Это итоги недели в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Своевременная диагностика, основной экипаж и натуральный продукт. В Беларуси планируют на 55% увеличить объемы производства фермерских товаров. Когда? Доступные кредиты. В стране снизилась ставка рефинансирования. Благодаря тому, что срок кредита составляет до 7 лет, снизится и ежемесячный платеж по основному долгу. Какие еще изменения принес июнь? За нежность и заботу горожанке вручили Орден Матери. Я очень рада, что у меня есть такие прекрасные пятеро девочек. Сколько любви способно вместить родительское сердце? Романтичный патч-ворк и вываренный деним. Магазины пополнились новыми коллекциями. Футболки от 20 рублей, сорочка мужская от 50, шорты, джинсы от 50 и выше. Что с чем носить этим летом? Нужно затестить. В Бобруйске стартовал смакфест. Можно сказать, что это определенная такая хорошая традиция. Почем сет? Американские гонки, искусственный интеллект и природные аномалии. В Канаде полыхает провинция Новая Шотландия. Есть ли пострадавшие? Плечом к плечу президент провел встречу с руководителями спецслужб стран СНГ. В фокусе внимания обострение военно-политической обстановки вокруг содружества. НАТО наращивает присутствие на границах. Беларусь и Россия оказались в эпицентре событий. После того, как началась спецоперация в Украине, в ход пошли санкционные удары. Не прекращаются попытки дестабилизировать общественную ситуацию внутри государств, а параллельно и разобщить страны постсоветского пространства. Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве, к сожалению, и Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований. Предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Недавние факты, вы с ними знакомы, свидетельствуют об этом. Особенно последние наши операции вместе с Александром Васильевичем на территории России и Беларуси, когда нам взрывчатку под видом этих плит завозили и так далее. И были объекты намечены, которые должны были террористической атаке подвергнуться. Мы вовремя с этим разобрались, но этот факт говорит о том, что покоя нас не оставят. Боевики готовятся в Украине, они обкатываются на фронте. Некоторые погибают там из числа белорусов беглых. Готовятся отряды в Польше, Литве, Чехии для того, чтобы в нужный момент перебросить в Беларусь. И уже это не 20-й год, где там демонстрации ходили в белых юбчонках коротких, девчонки с цветочками. Это уже люди готовы прийти сюда с оружием в руках. Поэтому нам придется и приходится много внимания уделять защите наших рубежей. Ставится прямая задача совершения тарактов на территории Беларуси. Притом мы получаем информацию, если, ну кушать же им там хочется, которые отсюда сбежали несколько сотен. А деньги же просто так не дают. И если раньше говорили, ты давай в средствах массовой информации чего-то заявляй, то сейчас уже американцы и спонсоры говорят прямо, воевать будете, покажете свою решимость, сейчас нужно провести таракты на территории Беларуси, тогда дадим деньги. Больше ни по что деньги не дают. Только под вооруженную борьбу. Обратите на это внимание, это касается всех наших государств и руководителей спецслужб. То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. Мы этого не допустим. Александр Лукашенко отметил, сегодня одной из ключевых угроз становится информационно-психологическое воздействие. Западные страны намеренно распространяют фейки в интернете, соцсетях и СМИ. Цель – подорвать авторитет наших государств на международной арене. Прогресс невозможен без изменений. С этим высказыванием Бернарда Шоу трудно не согласиться. Первый месяц лета готовит много нового для белорусов. К примеру, подорожает коммуналка и проезд по платным дорогам. Зато подешевеют кредиты и откроется купальный сезон. Школьники отдохнут на каникулах, а вот девятиклассников и абитуриентов ждет горячая вступительная пора. Подробности далее. Приятная новость для тех, кто собирается взять кредит на покупку жилья или автомобиля. В Беларуси в пятый раз за год снизилась ставка рефинансирования с 10% до 9,75%. Уменьшение финансового показателя связано с замедлением инфляции в стране. Эксперты прогнозируют, в ближайшие месяцы величина будет ниже 5%. Благодаря кредиту на рефинансирование удачное обновление можно снизить платежи по ранее полученным кредитам и овердрафтам. Стоит обратить внимание тем, у кого ставки по кредитам превышают 14,65%. Под такую ставку сегодня оформляется удачное обновление. А благодаря тому, что срок кредита составляет до 7 лет, снизится и ежемесячный платеж по основному долгу. В июне немного потяжелеют жировки. Напомним, традиционно повышение тарифов ЖКУ проходит в два этапа. Первый реализован в начале года. Тогда сумма платежей увеличилась на 9 рублей 53 копейки. Теперь выросли цены на отопление и подогрев воды. Прибавка составила 4,39. В прошлый раз увеличение стоимости теплоэнергии было в 2021. Однако, если вы надолго уезжаете, например, в отпуск, можно по возвращении домой в течение 7 дней подать в РВЦ соответствующие документы. Тогда коммуналка обойдется дешевле. Плата за некоторые виды коммунальных услуг, такие как обращение с твердыми коммунальными отходами, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, при условии отсутствия потребителей, индивидуальных приборов учета расхода газа и воды, а также электроэнергия, потребляемая на работу лифта, не взымается в случае, если потребитель выехал с постоянного места жительства на срок свыше 10 суток подряд. Первый месяц лета принес большинству школьников долгожданные каникулы. А вот девятиклассников ждет горячая пора. Им предстоит сдать 4 экзамена. Изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольную работу по математике и УСНО «Историю Беларуси». Испытания завершатся 9 числа. Выпускникам-абитуриентам тоже придется выдержать проверку знаний. Для поступления в УСНО необходимо принять участие в одном централизованном тестировании. Оно пройдет с 14 июня по 4 июля. Безусловно, абсолютным новшеством для нас в этом году стал централизованный экзамен. Но 11-классники успешно, я уверена, что именно успешно прошли это испытание. Конечно, расслабляться им не стоит. Впереди еще ЦТ. Поэтому, что бы хотелось пожелать выпускникам? Удачи. У них все впереди. И будущую счастливую взрослую жизнь. Судя по прогнозам погоды, столбик термометра на следующей неделе поднимется до плюс 25. А значит, можно открывать купальный сезон. Тем более, подготовка зон отдыха в Бобруйске уже завершена. Обследовано дно акваторий. Обновлена инфраструктура на пляжах. В утвержденном списке побережье в центре города, в Приберезенском микрорайоне, около здравницы имени Ленина и сок Шинник. Можно позагорать и на территории Форштата. Однако, плавать там запрещено. Те места, которые не предназначены для купания, они, во-первых, не оборудованы. Во-вторых, опасны в плане того, что под водой находится множество предметов, которые могут повлиять на здоровье, а то и жизнь купающихся. Поэтому милости просим на наши пляжи, где ровный, спокойный вход в воду. Нету никаких ям, никаких выходов в грунтовых вод, которые могут способствовать переохлаждению. Июнь стал месяцем перемен и для автомобилистов. Немного подорожал проезд по платным дорогам республики. В первую очередь это касается грузоперевозчиков. Например, для двухосных машин один километр обойдется в 10 евроцентов. Перестала действовать и зеленая карта при въезде в государство ЕС, Великобританию и Швейцарию. Теперь также водителям нужно оформлять полисы пограничного страхования страны, которую они посещают. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Фермерские хозяйства, школьное меню и космическая станция. Белорусска Марина Василевская включена в состав основного экипажа для полета на МКС. Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. В республике активно развивается экспорт товаров и услуг. За первый квартал выручка составила более 11 миллиардов долларов. Это рекордный показатель за 10 лет. Отечественная продукция востребована за рубежом. Белорусским производителям сейчас важно воспользоваться возможностью и занять ниши. Сегодня для нас в приоритете евразийский рынок. Белорусские ученые и медики занимаются разработкой теста для выявления более 60 видов онкозаболеваний на различных стадиях. Проходить его рекомендуют всем, кому за 40. В стране планируют открыть 120 лабораторий по забору крови. Первая появится в Витебской области уже в июне. Также нашими врачами успешно внедрена карт-терапия. Такой способ успешно работает для взрослых и детей. К 2025 в Беларуси планируют на 55% увеличить объемы производства продукции фермерских хозяйств. Сегодня их удельный вес в системе сельхозпроизводства страны – около 3%. В республике действует госпрограмма поддержки агробизнеса. Для стартапов предоставляется особый режим. В течение трех лет со дня регистрации владельцы угодья освобождаются от уплаты всех видов налогов. Правительство определило порядок питания работников школ, детсадов и других учреждений образования. Специалисты по желанию смогут платно обедать в столовых один раз в день. Сумма списывается не позднее 25 числа текущего месяца. Педагоги будут оформлять предварительный заказ по примерным двухнедельным меню учеников старшей возрастной группы. Марина Василевская включена в состав основного экипажа для полета на МКС. В финал, напомним, вышли шесть претенденток. Покорять небеса девушке не привыкать, а на борт проводница в национальной авиакомпании. Проект научной программы белорусского космонавта сформирован. Состоит из девяти работ по различным направлениям. Полет будет краткосрочным и продлится не более месяца. За безграничное сердце и ежедневную заботу горожанке вручили орден матери. У Светланы Ратниковой пятеро дочерей. Младшие годы семь, старшие тринадцать. В доме не смолкает детский смех. Благодаря господдержке семья построила большую трехкомнатную квартиру. Секрет домашнего уюта узнала Татьяна Горбач. Быть мамой пятерых дочерей – настоящее счастье и самая почетная миссия. Для своих детей Светлана Ратникова – лучший друг, надежная опора и просто близкий человек, который всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. За подаренные жизни и безупречное воспитание женщина удостоена высокой государственной награды. Для меня моя семья – это гордость. Я, конечно, не мечтала о такой большой семье, но от этого, как говорится, не убежишь. Я очень рада, что у меня есть такие прекрасные пятеро девочек. Думаю, будет возможный мальчик, если это так получится. Надеемся на это. В уютном доме на Кирово не смолкает детский смех. Старшей Елизавете – 13. Она – мамина гордость и главная помощница. И за младшими присмотрит и посуду помоет. 11-летняя Арина растет смышленой и рассудительной. Учит сестренок читать. Хорошо учится, любит рисовать. В погодке Полина и Ксения, как и положено в их возрасте, много шалят и резвятся. Еве всего год и семь. Настоящая папина дочка. Наша семья, она очень веселая, она очень красивая, она очень добрая и милая. Мне всегда не бывает скучно, мне всегда очень весело с сестричками. Мы всегда с ними гуляем, например, в школу, в садик. Накормить всех, навести порядок, выслушать каждого. Реальная жизнь многодетной мамы – совсем не картинка из журнала. Светлана Ратникова этого не скрывает. Признаются, в большой семье скучать некогда, но в этом и есть ее главное счастье. Плечо подставляет государство. Новая трехкомнатная квартира ждет будущих новоселов. Когда нужна помощь, я бегу к мамочке, потому что мама всегда поддержит, успокоит. Больше с ним мы любим готовить. Наше любимое блюдо – это, например, приготовить салатики на день рождения или какие-нибудь пирожки с ним сделать. Путь к женскому счастью непростой. В 18-й Светлана вышла замуж, родила двух дочерей. Спустя время развелась, не сошлись характерами. Позже женщина встретила будущего отца и еще троих девочек. С Вадимом у них счастливая и дружная семья. Признается, орден матери по праву может разделиться своим мужем. Работа по хозяйству на его крепких плечах. Меня всегда встречают. Они только слышат, что я зашел, они уже все тут, как тут, все возле папы. Какой бы ни усталый был, я всегда с ними играю, всегда помогаю. Мои девочки для меня – это самая моя гордость, радость. Да и вообще все. Все вот они, все мои. Таких многодетных семей, как Ратниковы, в республике более 121 тысячи. Жилье, семейный капитал, гарантии в сфере образования, здравоохранения, пенсионного, трудового, налогового и жилищного законодательства. Список господдержки немалый. Помогают и тем, кто долгие годы мечтает о ребенке. На уровне государства закреплена возможность сделать ЭКО. Традиционные ценности у белорусов в почете. Не случайно мы входим в 25 стран мира, где созданы благоприятные условия для рождения и воспитания детей. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. От домашних колбасок до сочных бургеров. В Бобруйске стартовал гастрономический фестиваль. В списке 10 заведений. Кафе Пушкина 202. Любимое место. Фанат, Мята Лаунж, Пицца Браво, История, Тикава, Артишок, Патифон, Лакомка и Ресторан Турист. Все разработали уникальные блюда. Стоимость фиксированная – 29 рублей 90 копеек. Так как данный фестиваль проходит уже второй по очереди, можно сказать, что это определенная такая хорошая традиция. Данное мероприятие полюбили наши жители и гости города Бобруйска. Поэтому всех приглашаем посетить данный фестиваль. Тема гастрофеста – кино, поэтому сеты разработаны по мотивам любимых фильмов. Кто-то выбирает советскую классику, кто-то – современные блокбастеры. Все заведения удивляют гостей оригинальной подачей. Плюс среди посетителей разыгрываются билеты в кинотеатр «Товарищ». Завершится фестиваль 12 июня. Жаркая мода. В магазинах представлены новые летние коллекции. Ветрины пестрят стильной одеждой насыщенных оттенков. Классические цветочные и арт-принты. В тренде – льняные костюмы, джинсовые юбки миди и брюки палаца. Об обязательных атрибутах гардероба Елизавета Липеева. За окном настоящее лето, а значит, самое время освежить гардероб. Мастхэв жаркого сезона – платье из натуральных тканей. Предпочтение стоит отдать хлопку или льну. Благодаря универсальным моделям можно создать образ в стиле сафари, боха или романтики. Стоимость изделий от 50 до 100 рублей. Размерный ряд – от 42 до 62. В этом году наша летняя коллекция повысилась на 60%, то есть обновились модели. На торгующие сети Республики Беларусь уже поступило более 3000 моделей летней коллекции. Поэтому приглашаем наши фирменные магазины за современным модным. Здесь представлен широкий ассортимент блузок и рубашек на любой цвет и вкус. Для любителей классики – слепительный белый и пастельные тона. Для тех, кто хочет добавить красок в гардероб – цветочные и арт-принты. Стилисты также рекомендуют обратить внимание на прозрачные материалы, необычные вырезы, асимметрию, бахрому и тотал деним луки. Белорусским брендам предпочтение отдаю, потому что качество. Предпочитаю натуральные материалы, стили чувствуется и славянские традиции. Платья, блузки – все покупаю наше белорусское предпочтение. Видите сами, что одеты, как говорится, натуральные ткани. В универмаге белорусские дизайнеры предлагают стильные сарафаны, платья и костюмы. Тренд этого сезона – брюки-палаццо. Сочетать их можно как с укороченными топами, так и со струящимися рубашками и блузами свободного кроя. Для детей – забавные рисунки, стразы и пайетки. Цены обновок для юных модников – от 15 рублей. В нашем магазине представлен широкий ассортимент мужской одежды. Футболки от 20 рублей, сорочка мужская от 50, шорты, джинсы от 50 и выше. Размерный ряд от 42 до 64. Состав ткани очень легкий. Для жары – это лен, бискоза, хлопок. Обязательный атрибут летнего гардероба – головной убор. В магазинах большой выбор стильных аксессуаров как для взрослых, так и для самых маленьких. В тренде широкополые шляпы, банданы, кепки, панамы и платки. Они не только защитят от солнечного удара, но и подчеркнут индивидуальность и станут завершающим акцентом образа. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Президентские выборы, массовые протесты и мировой рекорд. Китай запустил пилотируемый корабль. Сколько человек на орбите? Далее громкие заголовки мировых новостей. В предвыборную гонку США планирует вступить бывший вице-президент Майк Пенс. Ожидается, что давний сторонник приоритетов традиционных консерваторов в социальных и экономических вопросах объявит о своем решении в ближайшее время. Напомним, Рон де Сантис уже подал заявку. Губернатор Флориды баллотируется от республиканской партии. Некоторые эксперты предрекают ему победу над действующим главой Белого дома. В Румынии продолжаются массовые протесты. Более 20 тысяч человек требуют повышения заработной платы, увеличения инвестиций, реформы системы образования. Профсоюзы учителей отказались от предложения правительства выплатить единоразовое пособие и продолжают забастовку. К протестным акциям присоединились работники здравоохранения и железнодорожники. Цель у протестующих – привлечь внимание к проблемам в отраслях. Около 20 тысяч человек эвакуированы в Канаде из-за сильных пожаров. Полыхают они в канадской провинции Новая Шотландия. Спасатели не могут контролировать стихию из-за ветра и сухой погоды. За сутки площадь возгорания увеличилась на 800 гектаров. Повреждены и уничтожены около 200 домов и построек. Объявлено чрезвычайное положение и в целях безопасности отключено электричество. Дым от лесных пожаров накрыл несколько городов американского штата. Илон Маск поделился своим мнением относительно будущей сферы применения искусственного интеллекта на государственном уровне. Американский бизнесмен, глава социальной сети Twitter, считает, что ИИ будет использоваться в военных целях, прежде всего для разработки оружия. Миллиардер подчеркнул, что основная модель применения нейросетей будет заключаться в управлении армиями дронов. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся!